две истории расскажу вот эта история будет про аутизм до 2 2 про такую интересную штуку называется в sd вегетососудистая дистония вот начнем с последней да то есть вот на одном из семинаров жильбера рино спрашивают а что какой конфликт лежит в основе вегетососудистой дистонии да в принципе все три слова как вы видите латинские да я вам перевожу по-английски что вот типа там есть какая-то вегета вас филор дистонии да типа что за штука такая он в это чуть за диагноз такой я не знаю я вам показываю перевод он смотрит я не знаю такого диагноза и он пошел целый день с ним этим возился пришел и говорит я такого нет диагноза существует его в мкб это диагноз характерный сугубо для россии и в переводе на нормальный русский язык означает примерно следующее с вами к это хуйня происходит мы понятия не имеем чуть такое но называется это вот так понимаете да чем я и это ловушка в которой люди попадают люди который не умирен плох увлんでю трациональным мышлением от того чтобы что-то назвали чем то понять не не стало от того чтобы какого-то непонятного ребенка с непонятными проблемами назвали словом dislexic не ему никому не стал от этого легче вообще никак от слова совсем потому что понятия не стало available совсем потому что как вы правильно писали они все разные они все не по хоже да и типа а чё обращаться психологом вы хотите чтобы я маркетинг какую развернуть и вы работаем здесь лекси мы работать с чем угодно берем конкретного человека мы работаем с человеком. Мы работаем, берем его и работаем с ним. Вот. И дальше выявляем. Вот. А что касается сколько невыявленных, которых родители бьют и заставляют учиться до слез, ну, это, блядь, вопрос к этим ебанутым родителям. Потому что вторая моя история про аутизм. Однажды была у меня такая история, когда вот Жербер Рино, который я уже упоминал много раз, решил сделать тематический семинар, посвященный аутизму. Рассказать о тех кейсах, которые были у него в практике с детьми аутистами. Вот. У него там какая-то есть плюс-минус там какая-то статистика. Вот он об этом рассказал. Аутизм – это детская шизофрения. И он рассказывал, что проблема аутизма – это проблема, это я показал родовую систему. Как бы папа, мама, ребенок. Это нужно родиться со всей системой. То есть аутизм – это не какой-то диагноз, который ставится конкретно ребенку. Аутизм – это диагноз в семейной системе. Так же, как шизофрения. То есть если у вас есть родственник шизофреник, то радоваться особо не стоит, потому что вы все нормальные, потому что он шизофреник. Потому что это такая динамика, это многократно даже научно подтверждено, эта динамика относится к семейной системе, все, мы нормальные, а Вася у нас ебнутый. Нет, у вас вся система касается, просто и все. Вот, я в этом видео рассказывал о том, что я с самого начала сказал, что я не врач, я не специалист, мне просто хочется, знаете, есть такая технология, если что-то интересное узнал, поделиться этим с публикой, с вами, да, и давайте вместе как-то соберемся, попробуем на эту тему, там, как-то подумать, помыслить, что полезного мы можем сделать. Вот, абсолютно бесплатное, открытое видео было в общем доступе. Вот, и один добрый человек, мой студент, взял это видео, выложил в какую-то группу родителей аутистов. Да, где было там несколько тысяч человек. В результате я получил несколько тысяч комментариев отборнейшей, чернейшей, мерзейшей ненависти, где меня как только не обсирали, просто обосрали с ног до головы, блядь, обозвали, унизили, оскорбили, просто все, блядь, позорные слова, которые можно было сказать, было сказано просто все. Абсолютно незаслуженно. Еще раз скажу, это было открытое видео, бесплатное, я ни с кого не брал деньги, я просто поделился информацией, не более того. И вот, что я понял потом после этого? Я прочитал все эти комментарии, я сделал второе видео, я сказал, знаете, дорогие родители аутистов, если до этого видео для меня это была просто пустая информация, я просто взял у Жильбера Рено и на него ссылаясь, просто рассказал по полочкам, как он считает, от чего это и как он считает, с этим надо работать. То теперь, читая ваши комментарии, я абсолютно на 150% убедился, что проблема именно в вас, а не в ваших детях. Это именно так оно и есть. Потому что, ну это не так часто у меня в жизни случается, чтобы я на одно видео получил там 500 комментариев чистой ненависти, да? За что? Вы меня даже не знаете. Вы даже не пытались со мной общаться, даже не попытались задавать вопросы, просто начали сразу ненавидеть. Вот, поэтому, как бы, вот я к тому, что, да, типа, дизлексиков, в которых родители там бьют и заставляют учиться до слез, так это вопрос к родителям. И непонятно, где сначала, где конец, здесь лошадь, где телеви, как-то, да? Так может потому, а не дизлексики, что родители не пьют и заставляют. И можно...